Виновница торжества встречала гостей у входа в зал. Благодарила за букеты цветов, фотографировалась на память. Александр Ясков приехал поздравить свою наставницу из Успенского. Сегодня он сам возглавляет литов поселений. На сцене вернисаж книг, журналов с напечатанными стихами члена Союза писателей России Ольги Сорокиной. Солидное поэтическое досье в советной лире. Это наследие не зависит от курса валют. Призывные звуки старинного романца Николая Шишкина в исполнении Катерины Нефедовой успокоили зал. Певица на празднике поэтов, не приглашенный гость. Она член литературного совета Парнаса и сама пишет стихи. Более десяти лет руководит деятельностью Парнаса на общественных началах. За что и можно похлопать. Потому что не каждый согласится вести эту работу на общественных началах. За последние годы десять парнасовцев получили звание члена Союза писателей России. С каждым годом литературное объединение крепнет. Несмотря на попытки расколоть могучую кучку, пополняется новичками. Николай Бакушин пришел в Парнас за критикой и душевным общением, имея в своем портфеле шесть напечатанных сборников. Она не любит словословий и фальш стиха уверит в раз. Горжусь давно я дружбой с Олей. Из-за нее люблю Парнас. Дружеское поздравление от Михаила Гладилина. О, всеблаженнейшая Ольга, родник поэзии живой, У вас и слов, и чувств настолько, насколько звезд передо мной. К этим звонким словам, цитируя Ахматову Светлова, присоединяется Игорь Лихачев, заместитель директора библиотечного центра. На сцене огромный плакат со словами «С юбилеем». Каким юбилеем? Не указано и обращение. Милая Ольга Яковлевна, автор плаката Наталья Барканова, надеется, что все свободное место на ватмане заполнит добрые пожелания друзей. А какой юбилей отмечает, не секрет. Красавица, не просто поэтесса. Ну как такое словом описать? В твоей душе задумчивая песня. Тебе сегодня дважды 35. Бенефициантка действительно не смотрится на столь солидную дату. Вы, с одной стороны, мягкая, красивая, женственная, эмоциональная и в то же время требовательная, понимающая тонко поэзию, разбирающая те или иные недостатки, указывающие на них. У композитора Игоря Чернавкина есть несколько песен на слова Ольги Сорокиной. К сожалению, в новом зале нет пианино. И он решается спеть без аккомпанемента. Тему «Россейны слова Сорокиной» в песне продолжает Евгения Оставьева. О тебе Ольга говорит кратко «Я зрела так, как зреет рожь». Помню каждую росинку, что встречала поутру. Только старенькие снимки в руки чуткие беру. Не застыли юность, детство, беспокойные года. Все, что жило по соседству и казалось навсегда. Оптимистические строки от Катерины Нефедовой. Мало денег – не смертельно. Критикуют – мне плевать. Нет любви – мне параллельно. Нет резона – горевать. Раздавить себя несчастьем и унынию не даю. Я плюю на все напасти, но на дружбу не плюю. Оптимизма и позитива Ольге Яковлевне нет занимать. Достаточно вспомнить ее песенку «Праздник нашего двора». Эти праздники двора, эти праздники двора. Заводная искрометная мелодия, веселые слова, и, кажется, весь зал просто помолодел. Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцол».